Как сказать, нынешние пятидесятники, это бои и бакусты, это не те, которые были раньше. Раньше это совершенно были иные, а сегодня неопротестантизм, это относится к экуменизму. А неопротестантизм это, как же еще называется, движение нью-эйдж, которое проповедуется сегодня во всем мире, то есть новый мир. Вот сегодня как раз в пятидесятических и других общинах, для них единственный критерий – это стяжание Духа Святого. А Дух Святой – это они воспринимают как бы исхождение некого такого Духа, есть в Духе смеха, вот они называют Святой смех, потом кто-то валяется, кто-то кричит. Валяется. А харизматического, у пятьдесятников есть еще харизматы новее? Это. Ну, это откололись, они, оно делится все, как сказал Господь, что вот это все не устоит. Ведь сатана просил Господа сеять нас, как пшеницу, и Господь попустил ему. И поэтому сегодня вот в Южной Корее, два-три года назад она была совершенно неверующей страной. Корейцы, китайцы, они не религиозные страны. А в Южной Корее за два-три года вот этих организаций насчитывается около ста или ста пятидесяти миллионов. Вот эти люди, которые вот кричат, валяются, ищут Духа Святого. Вот они ходят на эти собрания, причем эти собрания многотысячные, там собираются десятки тысяч людей и вот впадают именно в такое состояние. Ну, это, это, да, это как у шаманов такое практикуется уже много тысяч лет, да, когда они доводят себя до такого состояния. Потом в Нигерии, ну, в Африке много племен, которые вот с помощью бубнов, да, достигают вот такого состояния, когда они уже открываются, как какие-то источники, и они начинают пророчествовать, проповедовать. К тем пятидесятникам, к старым, это, конечно, далеко от них отстоит. Ну, вот все царь хорошо писание знает, но у них у вас такого не было, наверное, да? Нет. Мы не харизматы. Ну, все равно, вот беседовать хотели в православии вернуть, потому что изначально были православные. Ну, православные, единственное, ну, как, козырем это нельзя, наверное, назвать. Ну, все-таки это, наверное, более подходящее слово. То есть, что самое ценное в православии? Это не храмы, не иконы, это не мощи там, вот. А самое ценное – это священство, рукоположение, через которое передается причастие, таинство причастия. Вот, это вкушение непосредственно физической крови и плоти Христовой. Аж это и есть. Ну, оно у вас есть, видите, но это, у вас, как бы это, они сами себя назвали священниками. А у нас это идет от апостольских времен. А я вот… Апостольских у нас идет, от апостольских. А вот я вот список Сергей приносил, начиная от первого века, от первого века, и до патриарха Кирилла, целый список прямо мне скажет. Пятидесятники, они откололись от баптистов. Основное направление Пятидесятничества в России, исключая времена перестройки, связано с Иваном Варанаевым и Василием Колотовичем. Варанаев родился в России, но после того, как он присоединился к Баптистской церкви, он был вынужден уехать за границу из-за преследований со стороны православия. В США он получил крещение Духом Святым. И в 1919 году он основал в Нью-Йорке первую русскую Пятидесятническую церковь. В 1920 году он приехал в Болгарию, где за короткое время вместе с Заплишним основал около 18 общин. В 1924 году Союз Веры Евангельской насчитывал уже 350 общин и 80 тысяч членов. В общине городе Одесса, куда к тому времени приехал Варанаев, состояло тысяча членов. В 1929 году было принято новое законодательство о религиозных объединениях. Многих верующих арестовали, а общины перешли на нелегальное положение и стали собираться тайно, как и продолжали собираться до развала СССР. У него свое учение, он вошел в церковь, чтобы в первую очередь остановить индульгенцию, когда начали за деньги покупать вот эти таинства, то есть прощение грехов покупать за деньги. Ну это сейчас в православии то же самое и происходит, приходят там... Крещение, да, за деньги. Я сегодня соблужу, да, завтра пойду батюшку покаять, батюшка простит грехи. То же самое оно и происходит сегодня. Ну, все-таки есть еще, остаются те священники, которых очень мало. Если берут деньги за таинство, это называется грех Симонии. Был такой Симон Волхов, который предложил денег за крещение. Для этого в церкви всегда существовало и существует настоящая церковь Десятина. Это исполнение Божьей заповеди. Господь сказал, вы обкрадываете меня. А его спросили, чем обкрадываем мы тебя, Господи? А он говорит, жертвами и приношениями. Принесите все Десятины в дом мой, говорит Господь. И сегодня, не отдавая от дохода, от нашего заработка, Десятой части, мы нарушаем одну из заповедей Божьих. Потому что все заповеди, даже ветхозаветные, они все остаются в силе. Это подтверждает сам Господь. Когда Он пришел на землю, Он сказал, что я пришел не нарушить, но исполнить. То есть законы. Все сегодня говорят, а, это типа ветхозаветнее все. Ну да, не ветхозаветнее, было священство ветхозаветнее. Вот его и обличил Христос. Он сказал бы, суть волки, вы, Василий, на свидалище Моисеевым заняли место, а не исполняете. Поэтому пришел Христос и назвал себя первосвященником. Он образовал церковь. То есть пошли по миру сначала 12 апостолов, потом 70. Так умножалось по всему миру вот эти церкви. То есть на сегодня, если в мире посчитать, сегодня насчитывается, а вот тех времен осталось всего 6 церквей настоящих. Спрашивается, спрашивается, слышите. Что? Суббота. Это суббота тоже заповедь? Четвертая заповедь в ветхом завете? Нет, Господь сказал соблюдать седьмой день. Сегодня седьмой день у нас воскресенье, мы его и соблюдаем. Седьмой день Господь был распят. И это для нас является самым величайшим днем в нашей жизни. Вот тогда, когда был Ветхий Завет, тогда исполнился и почему седьмой день? Потому что тогда и воскресенья не было. Суббота была последним днем недели, седьмым днем. Вот сегодня седьмой день, воскресенье. Почему воскресенье? Мы исполняем воскресенье. Для нас воскресенье является самым знаменательным днем, потому что воскресенье воскрес Господь. И Пасха воскресенье. Поэтому воскресенье. Ну, к этому дню потом приурочены все остальные события. В православии самое истинное учение. Вот, потому что православие, от православия научились все в этом мире. Православие, оно имеет очень большой опыт. Двухтысячелетний опыт церкви от начала. А все остальные, они как бы откалывались. Потому что вошли волки в овечьих шкурах и стали портить все в церкви. И люди стали уходить из церкви, создавая свои организации. У них есть причастие, но приезжает, но у них, как сказать. Они сами себя рукоположили. Они рукополагались сами себя. Как это? Епископа есть, пресвитера есть. Все так же, как от апостольской церкви. По Библии, все по Библии, все по Писанию. Все по Библии, но не по цепочке. Они вышли из православия и рукоположили сами себя. Вот даже пример такой, Сергей, был. Один монах не хотел причитаться к священнику. Он курил, пил. А ему потом сон снится. Жажда в пустыне и золотой колодец. И ему вопрос, а чего ж ты не пьешь? И стоит священник возле колодца. А чего ж ты не пьешь? А вот священник такой нечистый. А при чем священник? Вода-то чистая, из золотого колодца. Так же и здесь. Хоть священник какой будет, через него идет рукоположение, через апостола. То есть через него передается благодать. То есть какой бы он ни был, как Иоанн Зотовский говорит, что ни одной небесной силе не дано, что дано священнику прощать через Господа. Он скальпел, рукоположение. За это и взымается. Понимаешь, как все имеет свои границы. Уж насколько сегодня загрязнена православная церковь. Андрей Кураль вот выступил, и он сказал, что у нас сегодня в православии сколько? 300, я не помню, 370, по-моему, епископов. И 200 с лишним из них садомиты. Понимаешь? Вот. Я опять же задаю вопрос. Ты пойдешь причащаться к пьянице? Ну, пойду. Ты пойдешь причащаться к блуднику? Тут уже человек задумывается, да? А ты пойдешь к садомиту, к педератству причащаться? Ты представь, может из одного источника исходить горькая и сладкая вода? Все имеет свое разумение. К такому человеку я даже приближаться не буду, не то чтобы причащаться у него. Ну, вот самое основное, Сергей, как душу спасти? Вот вкратце вот так вот. Самое основное так. А вот она сидит, бабушка ваша, и она любит Бога, и через это она и спасется. Вот это все. И Бог. Сергей, а есть такое писание. Господь ревенитель, он наказывает третье-четвертое поколение. Вот у этой бабушки все родственники, все православные. А внук недавно сел в тюрьму за убийство, а он хотел в семинары по себе учиться. Нет ли это случаев, когда Господь говорит о ревенителе, наказывает третье-четвертое поколение. Все дети ее православные, и невестка, и сын тоже машинист. Он пьяный придет к церкви, плачет православный, поставит бутылку вок и встает на коленях перед Божьей Матерью. И стоит и плачет. Я не знаю. А я сам видел рецепт. Да нет, что такое наказание по колену? Допустим, легко отследить. Вот есть семьи, допустим, они подвержены, вот целая семья, она подвержена одному и тому же греху. Вот они осуждают, они даже на лицо, вот по коже живет, допустим, целый род, они на лицо по коже, и у них один и тот же грех у всех. Они вот ходят и осуждают, да? Или там козни какие-то строят другим. Это и есть проклятие вот то. А то, что вот у этих людей происходит, у ее родственников, это они просто миру этому подвержены. Они как бы ходят под влиянием этого мира и все. А там нет никого проклятия. Ну, старцу мы ездили к старцу. Он сказал, что каждый, помимо этого, каждый отвечает еще за свои действия. Поэтому не надо все смешивать, вот это все. Сдавали про Марка вопрос. Если что касается проклятия, я говорю, как растолковывается это понимание. Допустим, если отец курит, да, у него обязательно родится сын, который будет курить. Это обязательно, это в 100%. Ну, редко такое бывает, если уж это Господь сам вмешается. У того сына, его сын будет курить. То же самое с алкоголем. Это же передается на генном уровне. Вот, это как бы он вместе с генами уже передается. Вот, то проклятие. Сегодня ученые хорошо это все растолковывают. Понятно. А проклятие ненавидящих меня. Проклянуло третью, четвертого уровня. Ненавидящих Бога. Вот кого он проклинает. Благодатный огонь, тетя Оль, принимает только православный патриарх. Только православный, от этого надо и отталкиваться. В субботу три часа не сходит Благодатный огонь, а воскресенье идет Пасху уже. Только православный патриарх принимает Благодатный огонь. Который можно... Можно вопрос еще такой... Священник просто как, ну, тоже разговариваем. Он как бы не одобряет приходить, как бы, и говорит, не стоит. Но я не в том плане, что как бы я все равно придерживаюсь православным. Ну, как бы, что-то даже просто помочь, как бы человеку, правильно, там, слеп крыси, правильно, просто поговорить, вот, на пущем, вот, пообщаться. Мы с тобой много рассуждаем. Это же, в принципе, плохого уже нет ничего такого. Я же не знаю. Бывает даже вот, откровение разбираем, вот чувствуется, какой-то, аж, как вот, прилив силы. А как вот, тоже, занимаешь вот, штангу поднимаешь, вот чувствуется, такой прилив силы. Также вот, откровение, например, посидели, почитали, вот чувствуется, как будто вот, что-то поел. Как есть это такое? Состояние вот такое есть. Конечно. Ты есть пища духовная. Предвзятость, в первую очередь, что губит разум человеческий, это предвзятость. Сегодня мы его по горячке своей иногда по нашим убеждениям не хотим вникать в человека. И иногда делаем такие скорые выводы. Это очень опасная штука. Сегодня времена очень сложные. Как написано? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот мы сегодня видим охлаждение любви. Это значит, закон сегодня нарушен Божий. Как написано? Все повредились, нет праведного ни одного. Это было сказано еще 2000 лет назад. А что сегодня? Что сегодня происходит с людьми? Все мертвые в духе одни мертвецы ходят. Там хоть причащайся и объездься по всем святым местам, там ничего не будет. Правильно. Пока ты не будешь иметь личного общения с Господом. Правильно. Правильно, Сережек. Правильно. Очень правильно сказано. Вот так вот. Оставляем друг друга. Умничка. Молодец. Эмпатилоп расширить. Правильно. Все равно. Ничего толку не будет. Общее общение с Богом. А вот если есть и общение личное с Богом, и идти в православных грамм, это еще лучше. Правильно, Сережек? Ну, я, конечно, я стою на том, что истинное участие только в православии, и буду как бы на этом стоять. А как вас зовут? Меня? Да. Тетя Оля. Ну, да, тетя Оля, пусть она сама решает. Она имеет общение с Господом, и он сам ее наставит. Что ей делать-то? Что же мы ее, если она, Господь ее не выразумляет, что же мы можем что-то ей внушить там? Правильно, правильно. Я уже 25 лет в этой вере. Я служу Господу, иду за Иисусом. Я с Ним, Он со мной. Я в Нем, Он во мне. Кто не имеет Духа Христова, тот и не Его. Так написано. Вот и все. И Он утешает меня, ободряет меня, и среди ночи помогает мне, исцеляет меня. Я уже действительно старушка, уже скоро, скоро уже Он позовет меня. Это 80 лет мне уже. Так что, и немощи, и все. Он сказал, будете иметь скорби в мире, но мужайтесь, ибо Я победил мир. Так сказал Иисус. И мы терпим, все терпим, стараемся. Но с помощью, только с Его помощью. Без Его никак невозможно. Бог всем свидетельствует. Ну, спасибо, Сереженька. Спасибо большое. Спасибо тебе. Дай Господь тебе здоровья. Я пожелал, Сергей, здоровья. Он мне ответил. Здоровья я не ищу. Здоровья. Здоровья – дар, а болезнь… Дар бесценный. Как раз у нас вот чем различается протестантизм и православие. Протестантизм ищет здоровья, а у нас ищет, наоборот, пострадать. Как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить. И он даже, если мысль приходит в голову такая, что вот, Господи, может, правда помолиться и исцелишь меня, потом я от себя гоню, да, потому что только соблазнов сразу на голову обрушится. Вы ходите там под этим миром, а я себе лежу в четырех стенах, мне так хорошо, я и просыпаюсь, и засыпаюсь, и засыпаюсь Господом. А, слава Богу. А вот хотел вопрос еще, вот, мы с Тетёлей тоже разбирали, я вот про старцев рассказываю, что они вот себя зажимали, вот, старались там без одежды, это как, без обуви ходить зимой. Курятники начинать. Да, и Тетёля не понимает этот смысл. Курятники начинать, босиком ходить. То есть, достижание Святого Духа, это как раз и есть, наверное, вот это вот, к этому относится. Специально вот это делать самому человеку, это получается, как искушение Бога, я так понимаю. Как, Господь, это можно легко объяснить. Он допускает и скорби, и болезни, и испытаний, испытывает нас, неиспытанные, как золото должны выйти чистыми, вот, неиспытанные Богу не нужны. Мы должны сострадать, уметь человеку, сочувствовать и любить, любовь должна быть, вот. А если мы не такие, мы Богу не нужны. Тёплые крестьяне Богу не нужны. Тёплые крестьяне Богу не нужны, а должны горячие. Ой, если бы ты был холоден или горячий. Но так как ты тёпл, извергнет тебя из уст манит. Написано так, написано. Вот. Извергнет Господь тёплый. Мы и доказываем свою любовь Господу. Вот пока мы по плоти находимся, вот как по плоти облюблённые доказывают свою любовь, да, любимый, допустим, идёт среди ночи, там, лезет в болото через колючки, чтобы достать из этого болота лилии и подарить, принести утром. Вот. Он всё тело своё изранит, там, и замёрзнет, и промокнет, и принесёт любимой эти лилии, вот. Так же и мы Господу пока по плоти, мы доказываем свою любовь, ограждая, ограничивая себя, вот именно. А по-другому любовь никак не доказывается. Сила моя проявляется в немощах ваших. А ответ получили, Тетяна? А? Ответ получили? Ну, правильно. Нет, ну, почему, без ботинок ходят, бывает, вот, Василий Великий, например, он вообще ногой, а Василий ногой, он зимой ходил вообще раздетый, ну, как, прикрыто было, то есть. Ну, ради чего ты жил? Ради Господа. Вот он сейчас, ради любимой, полезет в болото ночью, доставать эти лилии, подарить. Пример, пример. А он босиком ходил, ради чего? Ради Христа. Ради Христа же, Сергей. Вот, например, Георгий Патц, старец в Грузии, потом жил, себя зажимал, ему сестра приносила, он яму выкопал и спал возле дома в яме. Ему сестра, говорит, ночью приносит подушку с обеялом, он, говорит, смотрит пять минут, у меня подушка летит обратно. То есть он себя зажимал так, чтобы, ради Господа, вот это, ради... Я не понимаю, вот это правильно. Ну, это начинается вот даже, как это можно тренировать себе, вот сидишь за столом, да, вот еще бы ложечку бы одну, сейчас бы съел бы с удовольствием, да, а нет, ради Господа, я этого не делаю, укращаю свою, ну, свою потребность, вот это вот свое, как бы, свое желание. Вот, ради Господа. А кто-то идет вот уже на большие такие поступки. Объедается. Нет, на большие поступки в том плане, что без ботинок вое, там, без этого. Нет, ну, поступки, а я здесь вот такой пример привел, чтобы не объедаться, вот еще бы ложечку съел, но нет, не буду, это уже будет лишнее. А другие, вот, едят. Вот, апостол Павел Галатом, что говорит, сеющий в плоть свою пожнет от плоти, а сеющий в дух от духа пожнет. Среди вечную пожнет, да. Правильно. Сея в плоть, мы сеем в дух, да, когда мы уничижаем свою плоть, мы возрастаем духом, вот, то есть мы тренируем, вот это хорошо спортсмены, знают. Болимся плотью, чтобы... А плоть, а плоть и дух наш, они неразделимы. Все, все сегодня, как бы, плоть с духом, оно существует. Как раз ответы есть, Сергей, да, на этот вопрос, почему старцы так вот страдали, так вот ходили, это же есть ответ, наверное. Ну, конкретно, есть писание, еще написание, кто есть, не осуждай того, кто есть, он для Господа есть. Не осуждай того, кто не есть, он для Господа не есть. Там много-много людей через подвиги, через послушание, которое рождается в смирении, смирении. Все идет, а потом идет уже покаяние. Вот на Афонской горе, они же как себя зажимают, они в пещерах прям живут. Нил Миротачев, он же всю жизнь прожил в пещере. К этому никто не предлагает, это уже личные отношения человека с Богом. Это вот эти высоты, ну, как в спорте, допустим, это легко понять. Один хочет достичь таких высот, другой, а причем достичь высот через плоть все. Через плоть он, как бы, возрастает в высоте прыжков, да. И так же и они через плоть свою, они возрастают в терпении морозов. Вот, а все ради чего? Чтобы кому-то что-то доказать. Спортсмены доказывают людям, а люди Божьи доказывают Богу. Вот, как золотые слова, Сергей. Вот, пусть и не ответят. Каждый человек по-своему, видишь? Нет, почему по-своему? У нас же в Галатах, да, Сергей, было сказано, что страдающие плотью угождают. И встает грешить. Вот, вот они себя заставляют, именно создают условия такие. А страдающие плотью болеет человек? И не только, и не только, и когда болеет, и когда сам идет намеренно на это. Когда намеренно идет, он тоже идет, уже Господь помогает. Апостол Павел, трижды спорсит Бога. Это он никак не искушает. Вот чем я, допустим, вот закрепить это, чем могу? Это еще, как сказано, что в районе распятых нет. Есть такая поговорка. Вот, смотрите, все апостолы, ну, исключая одного, это апостол Иоанн. У нас есть множество святых, их несколько тысяч. Нет ни одного из апостолов и святых, которые бы не были мучимы и гонимы за Христа. Все были обязательно, вот, прошли через огненное вот это испытание, через крещение огнем. Вот, нельзя вот в этой жизни прожить в таком вот, как бы, благолепии, да, и туда. Да, все обязательно пройти должны через горнила страданий. Это, о этом горниле много говорится еще в Библии, что горнилом испытывается человек, душа его, плоть. А как через плоть душа испытывается? Вот, человека очень часто Господь повергает в различные вещи такие. Ну, это можно сравнить еще с чем, как есть такая ассоциация. Вот, если взять, допустим, алмаз, вот, добыча алмазов, добыли алмаз, он простой камень, да, вот, ну, как стекляшка. Вот, и что, какие муки, если бы он живой, он претерпел бы, если бы он был живым. Как его тощат там, как его обрабатывают там неимоверные температуры, прежде чем он станет бриллиантом. Вот так и мы перед Господом. Нас всю жизнь Господь настолько вот обрабатывает. Вот так-то убегает вот этих испытаний, искушений. Мы же каждый день молимся, Господи, не веди нас в искушение. Мы просим Господа, Господи, ну не веди в искушение. А он, нет, сынок, надо тебя, тебе испытать надо, чтобы ты укрепился, чтобы ты возрос в любви и в вере. Искушение. Мы не хотим встречаться, да, с человеком там, с которым, ну, не любим мы встречаться. А Гат, вот, делать так, чтобы мы встретились и чтобы мы нашли, ну, и всякое бывает. Оно же каждый день. Я почему бы не хочу в этот мир, потому что вот это все я не хочу в это. Это же такие искушения там. Тут у меня на койке-то и каждый день искушение. Люди и письма всякие пишут, и что только не пишут. О, искушение, а в мире чую, в мире вообще спастись невозможно. Да, полно согласен. Вот, вот, мы разбирали по поводу зверя, думали, что это коммунизм. Что звери выходят, а, звери выходят из воды. И вода это как люди. Люди, население. Как бы, получается, из людей выйдет вот зверь. Ну, говорят вообще зверь, как старцы не говорили, что это компьютер. Компьютер, технологии, вот это телевизоры. Телевизоры тоже надо, да, вот все пауки тут. Вот те Тюля сказали, хоть она выключила телевизор, перестала смотреть. Все голову забивает. Бывает, он долго не смотришь, потом включаешь, аж голова даже болит. Собрание развратителей телевизоры. Для неверующих людей придумали сказки. В каждой сказке большая доля правды. Даже взять царя Славтанова, когда там, три стрии богатыря уходят из моды. Ионат, пророк, в очлеве Адова, возвал Господа, когда он не исполнял воли. Кит его три дня в очлеве, он взял, выкунул из воды на берег. Как же сказки большая и большая доля правды. Потому что люди не верят на самом деле. Только тяжелую минуту, когда что-то, какая-то с ним беда происходит, они бегут в церковь. Библия, это не сказки. Это все истинно. А, нет, да, я согласен. Я недавно прочитал, старец Христофор, очень понравилась фраза, говорит, «Если бы люди все покаялись, и все бы пророчества отменили, но зная уже наперед, вот эти все события, зная, куда люди идут, и понимаешь, даже за себя-то не может, да, вот толком управиться». Понимаешь, как все это, самотек уже, понимаешь, сказку, сказку-морожка, «Когда Ванька пришел к Деду Морозу». То есть все возможно в наших руках, то есть вот покаяться всем, и все пророчества даже отменились. Но сам понимаешь, даже как самому тяжело все это дается. Понимаешь, что как тяжело. Тетюль, сказку-морожка «Когда Ванька пришел, Дед Мороз привел, Настенька, Настенька, проснись». У нас на следующий день дважды, дважды лампада чудным образом в храме новомучек исповедников Анастасии за решительностью зажигалась. Генералы приезжали. Что-то там не было. Четыре раза за год, в 13-м году, лампада чудным образом в православном храме зажигалась. Там что-то только не придумали, пожарники приезжали там. Это, да, Саратовская область, новомучек исповедников храм российский. Сатана, властитель над всеми стихиями, он будет в последние времена и огонь с неба унизводить и будет приличать такими чудесами, что все и православные, причем есть сегодня существует вот такая, как бы ходит, ну не знаю, как это назвать, былина, не былина, вот то, что и православные именно примут антихриста. Потому что никто, как православные, жаждут вот этих чудес и ищут чудес. Через эти чудеса он воссядет в храме, написано, воссядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога, и все народы поклонятся ему. Вот он как раз придет и воссядет в православном храме, и все православные ему поклонятся за чудеса, которые он будет показывать. Так это все, согласен, это все происходит перед Второй пришествием. Происходит, потому что сатана есть властитель над всеми стихиями, над огнем, над водой, над воздухом и над землей. Он может чудеса делать, вот посмотрите, даже в буддизме, там, в исламе какие чудеса у них происходят. Вот в буддизме есть ролик, там один стоит, он ложечку подходит, подносит к истукану, и он у него из ложечки пьет там мед какой-то. Каменный истукан. А Иисус сказал, не будет вам знамения, кроме знамения пророка Иоанна. Во всех писаниях песен поется «Солнце правдой», солнце одно только не идет, знаете, маленький лукавый полностью, с разметкой паутинки, человек может заложить небо. Жена облеченная в солнце, она уже являлась в 12-м году. Вот дьявол обладает всем, все может и обладает всем, будет огонь с неба сводить. И поверят в Бог в землю. И сатана ему не под силу сделать жену в облеченной в солнце, не под силу. Надо бояться. Разгорячил. Любовь проговор, даже в уголовном законодательстве ступает, закончились 10, как один день, тысячу лет, тысячу лет один день. Вот у меня есть знакомый. Да, также и православие. У нас в 12-й год, 22 главы. Она тоже болела, нога у нее, сильно болела. И как раз Кашпировский вот это вот проявлял в себе. И она поверила ему. И получила исцеление. И она теперь, вот мой Бог, Кашпировский ее Бог. Ну, он исцелил ей ногу. Он все может. Тетюль, меня ноги ломали, меня только излечил Николай угодник в православном храме. Я не скажу, что он тоже плохой. Если чудом излечил, все в шоке. И милиция в шоке. У меня нога высела на одной коже. Ну, как Сережа скажет на него. Ну, как скажет. Есть и от Бога же исцеление чудеса. Есть и от врага. Все в этом мире происходит от Бога. Просто он что-то попускает сатане, а что-то не попускает. Это вот хорошо почитать книгу Иова. Там хорошо написано об этом. Она к Богу подошла и говорит, да у тебя нет людей праведных ни одного. Он говорит, да как нету. Вот у меня Иов есть. А он говорит, да хочешь, я его испытаю. И ты увидишь, какой он там праведник. А Господь говорит, испытай его. Делай все, что хочешь. Но души его не трогай. Вот. И каким бедом там он его, только что-то не прошел. Что-то и сделал. Да, все души, чтобы не покупил душу. А сегодня у нас надо очистить полностью нашу душу, вот, и мозг наш, от наших знаний, которые мы сегодня имеем, вот, за последние 30 лет православия, в том же, чем у нас научили. Все надо выгрести из головы своей, и помойку отнести, и начать читать Писание, вот, и лично познакомиться с Господом. Когда Дух Божий поселится в сердце нашем, тогда мы получим истинные знания. Золотые слова. Золотые слова. Все вымести, выгребьте, все. Все выброси. А вот это и общение с Богом. Вот только тогда получишь. Чтобы зло победить каждому человеку, надо победить себя. И только победить себя может через православную. Правильно Сергей говорит? Только это есть тело мое, это есть кровь моя. Только православие. Все грешат, все. Даже батюшки порой грешат. У каждого будет отвечать за свое. Сереженька, почему нет Библии? Вот я читаю Библию сколько лет. Там нет о православии. У Бога вообще вер нет никаких. Раньше было просто христианство. Правовая вера. Но они все вместе были. Там вера евангельская. Апостол Павел говорит, приду ли я к вам? Не приду. Слышите вас, что вы стоите в едином духе, подвижаясь за веру евангельскую. Я вообще не хотел бы об этом, потому что нас сегодня сатана только разобщает, причем таких вот людей, ищущих Господа. Мы только начинаем поиск, и тут же включается сатана, и на каких-то вот таких вопросах у нас нет. Петр сказал на Иоанна, а что он, любимый ученик Иисуса, Иоанн, а что он? А он говорит, а что тебе до него? Иди за мной. А тебе что за него? Я сказал, пусть прибудет, пока я приду. Ну и что? Иисус ему сказал, ты иди за мной. Что ты за него спрашиваешь? Так вот и мы должны. Ну, мы должны наставлять все равно, вразумлять друг друга. Там написано. Там написано, что они собирались, и беседовали, и они были мудры, что-то такое есть. На свидании друг друга каждый день, но мы такое не можем, но все равно мы чистенько. Конечно, то, что вот сегодня убираются Нью-Эйджи, скоро этот мир весь наполнит в мире, и там они растут с космической прогрессией, вот этих людей надо как-то стараться оберегать, выдергивать, потому что в них они ищут непосредственно схождение, и вот духа сатаны в них бесуются, с этими людьми даже и общение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 они вечера какая-то переводе новая эра новый мир сегодня сегодня все новые хотят создать новый мировой порядок новую религию объединить все религии егуминизм как раз объединить все религии в одну это будет сделано в которой в этой религии воссядет сатана православные будут храмы стоять православные храмы а в этих храмах будут там будут и католики и и все кто хочешь и православные это будут уже не такие как вот они были там соответственно же святого духа не будет конечно там сатана самого сядет который богом себя назовет и вот когда в том году постился хорошо у меня было немножко такое а сейчас смотрю прям тяжело пост тяжело дается как только пост начинается так наоборот начинаешь вот прям борьба борьбой борьба борьба уже самому как-то стыдно что сдаешься сдаешься господь нам оставил два способа борьбы с сатаной это пост и молитва так что надо себя как-то понуждать а как я уже не знаю пусть нужно столько слабые такие мало малодушные что пусть каждый сам для себя выбирает но для господа надо себя все равно как-то чем-то ограничивать доказывать доказывать свою любовь потому что что такое первая заповедь как написано возлюби господа всем сердцем всем разумом все крепостью своей да все плоти ну всем всем твоим существом то чем о чем больше вся твоя жизнь и по духу и по плоти должна посвящена господу вот это вы на состояние искать а вот я заметил сребролюбие все вот почему я замену вроде думаешь на года господи да там о боге думаешь и вот часто самые сильные мысли которые сбиваются это именно как раз сребролюбие заметно вопрос о машине об этом она вот выбивает представляешь мысль а вдруг да сейчас начнется гонение и ж надо машина все выкинуть квартиру там на все надо потихоньку в голову подпускать такую мысль что вот это ничего нет и тяжело вот это мысль отрывать но надо потихоньку вот этот я заметил как-то не то что иметь мысли они привязываются просто ничего не надо и все что это все не твое почему не подходишь ни к машине там не к дому это все не мое иметь такую мысль и все однажды вышел из квартиры закрыл и ушел она не моя все она мне не принадлежит на нищих посмотри на нищих просит нищий жену как и не нищих на нищих посмотреть вот я посмотрю блаженный нищий духом да да чистое сердце много блаженствует почитать евангелие блаженства вот спроси вот в новости у нас здесь есть молодые ребята молодые ребята которые могут работать они стоят и нищие деньги просят но ведь господь говорит птицы не работают я не работаю господь и питает как понять ну это те кто без господа ничего не могут то есть получается бездуховные да если коротко почему бездуховные это наоборот люди сверх духовные которые которые понимают что они без бога ничего вообще они сами в этой жизни ничего не могут делать у них нищета такая по жизни человек как он говорит он говорит я все сейчас сейчас я пойду туда сделаю это там там заработаю столько-то да а нищий духом будет а я не знаю как господь благословит как благоугодно и господь говорит иисус блаженный нищий духа такие блаженные таких есть царствие божие так сегодня времена такие что достичь совершенства в духе можно за определенную там я не знаю за пару месяцев то есть если раньше ну как написано что для избранных господь сократить те дни вот если раньше человек возрастал духе мог годами десятилетиями возрастать до понимание ну понимание божественного сегодня если человек проявит усердие он может просто залететь за считанные месяцы богу то есть это отталкивать от того что почему так тяжело есть и обратная сторона этой медали то есть можно легче и подняться то фон в этом плане то есть я просто знаю что средние века многие монахи когда молились говорит мы молимся день и ночь они будут выше нас хотя мы молились и постились больше чем они это говорится это говорится о тех кто веру сохранит сегодня в наши дни очень сложно сохранить веру сегодня против бога посмотри вся информация направлена и вся европа сегодня побеждена все в европе веры нету бога больше пролюбия все америка вот я вот даже общался они верят в бога но как моду они идут к вот как галочку как свитер модный да как бы пытаешься объяснить и понимаешь что как машина вот в песке и боксующий понимаешь что тяжело и понимаешь что надо на себя все-таки больше есть по возможности что-то говорит так скоро будет и во всем мире что тот кто сохранит веру тот наречется большим в царстве небесном нежели те которые горели веры это потому что слишком искушение большие будут будут очень гнать за веру как в первые века людей будут гнать они же времена вот эти наступают вот сегодня опять же идет приближение с чего я начал говорить опять приближению тех времен подобных коммунистическим то есть ну под властью под флагом экстремизма сегодня будут ограничивать общение людей больше больше трех не собираться будут наказывать тех кто говорит не так как угодно власти то есть это уже видим мы по закону яровой да сегодня уже много привлекают к ответственности людей за экстремизм по закону яровой вот и он будет только развиваться и все кто будут сегодня выступать против московской патриархии будут как бы обличать тех будут или ссылать куда-то или в тюрьмы сажать ну гонимые будут люди а чем дальше они как бы и убивать уже станут таких людей и вот здесь важно сохранить чистую истинную веру то есть не поступать против и к ауменизму что невозможно две веры совместить как бы мусульманство и христианство да это это невозможно они стремятся к этому сегодня вот недавно смотрел ролик один германии в костюле в каком-то по моему это самый мусульмане молились богу вот вместе с христианами одна и одна лишь из всех сколько их там было несколько сотен одна из всех выкрикнула что наша вера не может сочетаться с мусульманской одна из нескольких сотен а что будет дальше через пять лет что будет христианство топчет грязь что не будет верно не будет а сколько когда приду найду ли веру на земле он найдет ее но она очень будет очень редко встречаться надо себя усиливать усилить постели вот я разговаривал и понял из себя одна мысль почему у них нет информации как у дальше жили апостолы как у дальше жили крестьяне во втором в третьем веке там как георгий они просто истории церковь это жили сожалению вот этот большой минус вот если можешь вот этот проявил меня спасет еще я буду знать но для понимания как они как они мучились как апостол падет сколько научение ну это это легко объяснить почему для чего это было нужно это еще в первые века если бы не составили определенных правил которым нужно следовать тогда бы уже в первый век прям первые сто лет уже раскололилась бы церковь на столько всевозможных сектам и ответвлений что уже невозможно было собрались апостолы люди грамотные люди знающие вот допустим первого апостола на первом собрании кто был это игнатий игнатий богоносец это тот младенец которому христос бежал у себя на колени вот и они как бы и постановили определенные каноны определенные правила которые переступать нельзя потому что переступая их мы видим сегодня что насчитывается более двадцати тысяч всевозможных сект образования всевозможных это совершилось бы давно если бы люди строго не относились к этому вот в шестнадцатом веке пытались там образовывать ну раньше секир башка и все и люди как бы не дерзали а сегодня в связи с этой свободой чуть-чуть от деяния апостолов вот это будет уже евангелие самые до 50 доходите и обратно возвращать господь пришел новый завет новый завет да если кто отходит по невидению от нового завета он возвращается в ветхий завет на страну светского опять надо возвращаться в новый завет новые деяния апостола и всем всем послания к римлянам Ветхий завет это детоводитель нас ко кресту он привел нас Ветхий новый завет это два крыла одной птицы птица не может лететь с одним крылом если мы исследуем писание как чему нас господь призывает то вы должны очень щепетильно относиться как ветхому так и внук новому завету и уважать и любить эту книгу Старый завет ветхий завет и новый завет они много много как я же говорю как где-то водитель но есть же и истинное как бы проявление Бога согласны же Сергей чудеса я в этом плане помощь помощь так сказать Богу также например поиски что чудеса мы вот мы вот просто настолько неблагодарный народ да ну и когда прибило к берегу да господь ему показал радугу до тех времен до потопа радуги не было и это было значительно знаменем это было необыкновенное чудо и это было как бы Господь такое подтверждение завет с людьми что больше он и наведет потоп на землю а сегодня мы смотрим на эту радугу и она нас что-то не впечатляет а это чудо это каждый раз нам Бог показывает свой завет с нами да и любое чудо нам покажи мы и посмотрим минуту вторую и все и забудем про него и больше и нам больше и нам больше и нам больше Господь мертвых исцелял а уж куда больше чудеса да а это что людям людям они ненасытные поэтому Господь и не даст чудес сатана будет чудеса показывать это как лазарь и богач пришли с меня туда да хоть скажи моим братьям что лазарь и богач это такая же ситуация да хоть и воскрешу они все равно не поверят но я просто как я не то что прям зависим но я для как для подтверждения вот неверующим например что Бог есть я просто не знаю вот как еще подойти вот ничего ничего сеющий поливающий ничто все возвращающий Бог то есть нам нужно просто говорить и все а все будет остальное Господь делает подходи людям говори не заботься о том поймет он там или не поймет это не твое дело а главное сеете посею твое дело все а возвращать будет Бог а сам Бог да да а я все просто знаешь как все вроде вот сказал и потом вот потом яйца он будет плевел от ченицы сто процентов в истории там где вот там поиск так говорится как сказал это сказал показать думал сейчас вот он увидит может смотрю просто понимаю вот как мысль мимо пролетает да нет это не работает но если Христа самого Бога не приняли в отечестве своем он говорит нет пророка в отечестве своем да он среди родственников своих говорит я Бог я посланник они да хватит тебе что-то ерунду какую-то не поверили Богу самому а кто же нам поверит нашим словам 21 век тем более когда кругом сейчас далеко люди зашли далеко отошлись отсылки далеко зашли далеко а вот по поводу креста еще хотел тоже сейчас заспорил с баптистами крест это орудие на самом деле крестное знамение и крест это наша защита ну это уже серьезно да здесь крест он святой сам по себе является пролит кровью представьте если апостол да вот как там описано что апостолы ходили вот они прикасались одежды к ним представьте да платок апостола Павла он излечал даже тень вот поверь они выходили чтобы тень а что говорить о кресте когда кровью были пролиты да вот кровью Бога ну какие вопросы за крест множество людей в мире которым предлагали снять крест которые именно за это погибали испытуемыми были им говорили снимать да это за всю двухтысячелетнюю историю много крест люди носят с первого века вот христиане и многих так и испытывали то есть мусульмане испытывали так предлагали снять крест вот ну сейчас в интернете ролики там стоит там какой-то протестант уже едет в машине вот а его крестьянин один в разбойника переоделся вот останавливает машину и выводит и женой его из машины на обочину их ставит на колени и говорит снимай крест на них на обоих или пристрелю а он присвитер какой-то вот с крестом вот и тот уже все заплакал и говорит нет я не могу вот она ваша вера вот доказательство вашей веры что за креста вы не и ну любовь ваша да вот он проявляется читает писание ну помимо библии можно же и святые книги правильно читать а то минус скажу нет не то что это не то что минус а как сказать конечно конечно без этого не логический подход только библии это надо библии библии мы толкователи не можем понять чтобы нам понимать ее нам нужно читать людей разумнее нас которые дали толкование библии житие святые конечно например иоанн златоос я вот читаю я тоже поражаюсь над ним как он знаете да наверное иоанн златоос конечно и вот он однажды писал свои письма вот эти все толкования охранник потом спрашивает а кто это такой был он говорит никого не было он говорит он такой низенький как и вы немножко лысый такой маленький такой оказывается он когда писал ему павел апостол павел подсказывал то есть он сделал выл то есть понятно что апостол павел к нему являлся то есть очень много хорошего толкования у него как раз и идет толкование на евангелие он сказал он действительно просто легче уже понять вот некоторые моменты я читаю я понимаю что черный лес чтобы легче понимать сегодня вот есть продаются книги новый завет с толкованием блаженного феофилакта и вот хотел еще подытожить юродство ради бога это положительное согласно семье то есть вот василий ногой который ходил ногой то есть он кричал вот зима холодна рай сладок зима холодна рай сладок это дары от бога сам сам человек этого не может стержать это если дано от бога дано не дано не дано это такой особый дар как бы через как написано что через юродство проповеди было дано то есть люди когда перестали понимать богом бог стал говорить через юродство юродством проповеди вот такие люди и в мире и раньше сейчас уже нету таких юродивых они верят как пророки были да вот это юродство ну они да они видели много и пророчествовали они в молитвах в воздух поднимались ну если можно будет потом сергей извините что так долго ладно ну что ну ладно спишемся тогда спасибо большое там может покровение поговорим еще будет да оставайтесь богом звоните дай бог что спасибо 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 спасибо